Из Архангельска отправлены пиломатериалы для Донецкой и Луганской народных республик. Общий объем больше 2000 кубометров. Задействован как ЖД-транспорт, так и автомобили-большегрузы. Артемий Заварзин о том, кто помогал формировать гуманитарную помощь. Лес испокон веков был основным материалом, который служил и для постройки дома, и для закладки кораблей. Многие объекты инфраструктуры и сегодня сильно зависят от Леспрома. Но у этой партии пиломатериалов из Северного леса особое назначение. Конечной точкой железнодорожного эшелона должен стать Донбасс. Именно туда будет доставлен гуманитарный груз свыше 2000 кубометров. Мы уже не первый раз занимаемся погрузкой гуманитарного груза. Совсем недавно здесь у нас грузился груз гуманитарный, который был отправлен в Донбасс. Это были продукты питания, вещи первой необходимости. Сборы и отправка гуманитарного груза населению Донецкой и Луганской народных республик организованы региональным отделением «Единой России». Сформировать большую партию гумпомощи помогли крупные лесопромышленные предприятия. Группа компаний УЛК, Лесозавод 25, Онежский ЛДК, Регион Лес и Форест. Мы стараемся в силу возможности нашим соседям помогать. До сегодняшнего дня уже порядка 170 тонн гуманитарной помощи отправлены нами на Донбасс. Это делается и под эгидой, и в основном под эгидой партии «Единая Россия». Есть и просто люди на базе «Красного креста» собирают, желающие помочь этим территориям сегодня. Собираются все необходимое. Сейчас мы реализуем большой проект также под эгидой «Единой России». Наш вклад как-то традиционного лесного региона внести в восстановление тех территорий, которые разрушены или каким-то образом пострадали. Вот той ситуации, которая там сегодня развивается. Погрузка идет сразу на нескольких станциях в Архангельске, Вельске, Плесецке и городе Пестово Новгородской области, где находится один из заводов группы компании УЛК. В доставке задействовано больше 30 вагонов, которые отправляются через Ростовскую область на Донбасс, а также 6 автомобилей большегрузов. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова